На дворе было начало девяностых, страна трещала по швам, безработица, отсутствие продуктов в магазинах, талоны на еду, предметы гигиены и даже водку. Предприятия еле-еле выживали и держались на плаву. Работал я тогда на одной автобазе в небольшом районном центре. И вот как-то местные мужики-работяги собрались идти в лес на охоту, медведя добыть или лося, чтобы местом немного запастись, холодильники затарить, чтобы было чем кормить семью. Но и меня позвали с собой. А я, надо сказать, охоту не любил и никогда не охотился, хотя стрелять умел и леса вокруг были богатые. А тут вроде как необходимость есть, вот я и согласился. Собираться стали загодя, где-то за неделю до похода. Я был весь на взводе, адреналин уже вовсю бушевал в моей крови. А вахтером у нас в то время работал один интересный мужик, лет ему было где-то под полтинник с небольшим, но он был совершенно седой, белый как лунь. У него в коптерке всегда пахло таежными травами, чай он заваривал душистый и полезный, и мы частенько наведывались к нему в гости на чаек. Да с ним и поговорить было очень интересно. Несмотря на то, что он вырос в деревне, человек он был довольно образованный и начитанный. Много знал, наблюдал за людьми и природой. В общем, народ к нему тянулся. Как-то он узнал, что я собираюсь идти на охоту, да еще и на крупного зверя. Пригласил он меня к себе в коптерку и стал отговаривать. Зачем, мол, тебе это надо? Ты не охотник, опыта нет, собираешься подвергать свою жизнь опасности. А я молодой горячий, мне все нипочем, опасности не чувствую, только азарт. Да и хотелось семью удивить и побаловать охотничьими трофеями. Ладно, говорит, вижу, что тебя не переубедить. Тогда ты, Антоха, заходи ко мне вечером после смены. Я тебе одну историю расскажу из своей жизни. Может, это тебя хоть немного отрезвит. Приду, буркнул я, поправил спецовку, почесал голову и пошел работать. В моей душе уже поселились зерна сомнения. А действительно, чего это меня так тянет на эту кровавую бойню? Это же совсем не мое. Валерий Борисович, или просто Борисыч, как мы все его называли, родился и вырос в деревне. За всю жизнь, что он работал егерем, случалось с ним всякое, что сейчас и не вспомнить. Но истории, происходившие с ним во время работы, он всегда нам рассказывал, и они еще долго пересказывались между собой. Вот и в этот вечер, придя к нему в коптерку, я услышал от него такую историю, от которой сразу отпало все желание идти в лес на медведя. Давно это было, и сейчас всех фактов я не упомню. Но эта история запала мне в душу, а может быть даже и спасла жизнь. Сейчас я ее перескажу, если, конечно, вспомню все подробности, как ее рассказывал сам Борисыч. «Знаешь ли ты, Антоха, что такое страх? Нет, ты не знаешь. Страх – это когда каждый волосок на твоем теле дыбом встает, язык горта не присыхает, глаза готовы из орбит выскочить и холодный пот прошибает. А после этого, если жив останешься, еще и непредвиденные последствия могут быть. Настоящий страх – это ужас. Так вот, я один раз в жизни видел человека, который пережил настоящий ужас. На седьмом или восьмом году моей работы егерем к нам в деревню заявился мужичок средних лет. Ему было где-то около 45, может чуть больше, хотя на вид ему дали бы не меньше 60. Глаза безумные, щеки валились, седина покрывала его голову. Он был весь в лохмотьях, ссадинах и порезах, а вдоль спины прошлись четыре ярко выраженных полосы, которые разделяли его фуфайку на полоски. Из этих борозд на фуфайке торчали куски человеческой плоти и клочки ваты, все в запекшейся крови. Вероятнее всего, это были следы когтей, что позднее подтвердил местный фельдшер. То, что спину ему располосовал медведь, не было никаких сомнений, но как он ушел живым от зверюги, мы не понимали. Никакой члена раздельной речи от него добиться было невозможно, он только мычал и водил обезумевшими глазами. Фельдшер обработал ему раны, сделал перевязку, поставил укол успокоительного, чтобы тот наконец-то уснул. Проспал наш бедолага больше суток. Начали допытываться, что же с ним случилось. Мужичок этот, назвавшийся Сашком, рассказал, что недавно дня три или четыре назад к нему подъехали три городских охотника и попросились на ночлег. Экипированы они были по высшему классу, сразу видать люди не бедные. Из их разговоров ночью он послушал, что собираются они в лес на медведя, хотят разбить лагерь, поставить палатки и пробыть в лесу несколько дней с ночевкой. Утром они стали расспрашивать хозяина, есть ли в лесу медведи, а еще лучше, чтобы медведица с медвежатами. А Сашку возьми да и проболтайся, что с неделю назад видел медвежат в верстах шести от деревни, на той стороне реки. Но везти эту компанию в лес отказался, хотя ему предлагали хорошие деньги, как проводнику. Он дал им только ориентиры, как найти это место. Когда компания охотников убралась в лес, стало ему дожуть и жалко упущенных денег. Но на медведя ему точно идти не хотелось. Вот он и решил убить сразу двух зайцев. На охоту не ходить, чтобы не подвергать себя опасности, а денежки поиметь. Нужно найти охотников в тайге, и пока их не будет пошурудить в их лагере. Тут уж точно на него никто не подумает, так рассуждал Сашко. Так он и сделал, отправился по следам охотников в лес. Долго шел по лесу и все-таки нашел их лагерь. Тут не повезло, как раз в это самое время они вернулись с охоты с добычей. Судя по их разговорам, Лешку-медведя они нашли совсем недалеко, в нескольких километрах вниз по реке, где и добыли одного медвежонка. Со вторым медвежонком тяжело раненая медведица скрылась в лесу. Они уселись у костра и стали отмечать удачную охоту, и долго еще обсуждали следующий день, и кому сколько перепадет после добытой медведицы и второго медвежонка. Пили немного, так пригубили слегка, для согрева и хорошего сна. Смекнув, что скоро они улягутся и крепко уснут после долгого рыскания в лесу, Сашко решил дождаться удобного момента, чтобы все-таки завершить начатое. Сидя в засаде, Сашко тоже перекимарил чуток. Очнулся он от страшных криков, которые оглашали округу. Продрав глаза, он увидел, как в лагере орудует медведь. Раненая медведица нашла своих убийц и пришла мстить. Подмяв одного охотника под себя, она его рвала на части, отчего у Сашка волосы встали дыбом. В один момент он понял все, его охватила паника, и он побежал. Услышав сзади звуки преследования, в голове у него пронеслась только одна мысль – все, это конец. И в это самое время что-то обожгло спину, как будто каленым железом полоснули по ней. Тут он потерял сознание. Очнулся он под утро в какой-то яме, сверху куча веток и листвы, сильно болела спина. Пошевелив ногами и руками, понял, что живой, выкарабкался из ямы и побрел, куда глаза глядят. Проверять, что там в лагере охотников, он не решился, и так все было понятно. После увиденного ночью в каждом шорохе ему чудился медведь, и он прибавлял шаг. Шел больше суток, не останавливаясь и не разбирая дороги, пока не вышел к нашей деревушке. Закончил свой рассказ Валерий Борисович. «Что же произошло дальше и случилось на самом деле?» Я стал допытываться у бывшего егеря. «Что случилось с медведицей и со вторым медвежонком, и как сложилась его судьба, мне неизвестно», – отвечал Борисыч. «Но я, как представитель власти, был на этом месте вместе с группой расследования. От того, что я там увидел, я посидел в раз, вон, посмотри на мою голову». Медведица в живых не оставила никого, а шметки людей валялись повсюду. Повезло только горе воришке, и то непонятно почему. Может, потому, что он не участвовал в расправе, хотя вряд ли это объяснение правдоподобно. Охотники эти сами себя наказали. Алкоголебеспечность в схватке с медведем роковая ошибка, просто фатальная. Так что сидит и Антоха дома, и не высовывайся. Послушав Борисыча, я так и сделал. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!